Релин Пла и Яник Бонар, которые только что выступали на Капов Чайна в Пекине. Так они и не дотягивают до того уровня, на котором катались Сара Бетбол и Стефан Бернади. И, в общем-то, Франция надеется только на мужское одиночное катание и на танцы. Борзенков и Чувеляев, первые в этой разминке, были на скейт Кеннеда. И не очень у них получилось. Шестое место все-таки. Может быть, там и сильный был состав. Может быть, было не так просто. Но, тем не менее, шестое место можно было занимать в прошлом году. На Капов Раша, на том же два года, на том же Трофтонолик и в прошлом году. Но сейчас уже нужно что-то другое сделать. Тем более, что с ними работает сама Тамара Москвина. Да и Игорь Москвин. Время вперед! Ведь так же называется их программа, сделанная на музыку Георгия Сверидова. Ну, вот и вперед. Георгия Сверидова Георгия Сверидова Георгия Сверидова КОНЕЦ 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 Не совру, наверное, если скажу, что Андрей Чевеляев самый высокий фигурист Из всех действующих, а может быть даже чуть менее за всю историю Все-таки два метра это рост очень непривычный для фигурного катания Ну что ж, и все равно Викторию Борзенкову и Андрею Чевеляеву Несмотря на то, что сейчас они лучше катались, чем две недели назад И сколько там недель назад? Три уже Время летит катастрофически Все-таки пока все мысли о том, как сделать то, что предписано Четко и без проблем И эти мысли пока более актуальны, чем мысли о стиле Естественно, приходится работать параллельно Тройной тулуп, конечно, для двухметрового гиганта это настоящее испытание Легче вот так вот подбрасывать целый день Викторию головой Четко исполнить тройной тулуп Поднимает на поддержку Викторию левой рукой И даже бицепсы ему оголила Тамара Николаевна Этим красным костюмом Ну и еще в параллельном вращении они никак не могли сойтись Сегодня казалось, что темп у них повыше, чем в прошлый раз Вот эти ласточки в дорожке сбирали И как будто бы уже может быть такой показ Не знаю, здесь по телевизору непонятно ничего Думайте сами и судьи пусть ставят оценки